В ближайшие три года на Кубани планируется создать более 42 тысяч новых мест в общеобразовательных школах. Их строительство, реконструкция и капремонт ведутся по трём госпрограммам. В краевом бюджете это одна из самых весомых статей расходов. И тем не менее, потребность региона в школьных местах в два раза превышает запланированные цифры. Переполненность городских школ связана с миграционными процессами. Около 8 миллиардов рублей в течение трёх лет последних были потрачены на создание новых учебных мест. Но в то же время в среднем на территорию Краснодарского края в течение года за счёт внутренней миграции прибывает от 40 до 60 тысяч человек. Динамика такова, что мы не успеваем за количеством приезжающих. Как решать эту проблему, обсудили в Кубанском парламенте. Региональный министр образования доложил, что край занимает третье место в стране по численности школьников. И впереди пиковые годы по количеству первоклассников. Обеспечить их местами намерены за счёт пристроек блоков начального образования. Запланировано возведение и новых школ. Однако всё это потребует миллиардных вложений. В среднем сейчас большая школа на тысячу мест стоит примерно миллиард. В 2017 году пять школ построено в Армавирином, в российской стоящей Тараминском районе. В крае сформирован план строительства и реконструкции школ до 2021 года. Парламентарии проанализировали, как идёт его реализация и выявили ряд проблем. В первую очередь необходимо наладить контроль над сроками строительства и качеством работ. Есть вопросы к муниципалитетам по подготовке проектно-сметной документации, выделению земельных участков и обеспеченность их необходимой инфраструктурой. Пока в городах и районах изыскивают средства на эти цели, парламентарии предлагают использовать базу вузов для обучения школьников. Эта инициатива уже нашла отклик в федеральном центре. У нас на базе техникумов у некоторых уже открываются классы. Навигацкая школа открыта при морской академии в Новороссийске. Там они получили аккредитацию и так далее. То есть документы старственного образца может вуз выдавать. Но сегодня законодательство построено так, что финансирование краевого для размещения заказа невозможно сделать. И сегодня, если наша инициатива будет поддержана законодательного собрания края, это тоже одно из направлений, когда мы можем часть обучения передать на площадку вузов с их потенциалом и с их возможностями. Острая нехватка школ – типичная проблема для крупных городов. А в сельской местности зачастую здания простаивают из-за отсутствия учеников. Депутаты интересовались сложившимся дисбалансом и судьбой малокомплектных школ. По словам регионального министра образования, к вопросам оптимизации в ведомстве подходят взвешенно. На наш взгляд сейчас уже оптимизироваться дальше особо некуда. Если умрет школа, то, наверное, перспектив у данного населенного фунта мало, так скажем. И за счет определенных посылов, как бы демографических, думаем, что такая тенденция будет сохраняться в течение последующих лет пять. На тенденцию урбанизации населения необходимо влиять, заявил председатель ЗАГСобрания. Край сельскохозяйственный – терять основные трудовые ресурсы нельзя. Условия проживания на селе должны быть удобными и комфортными для молодежи. Необходимо нашими решениями создавать мотивации для того, чтобы люди ехали не только в крупные города, на территории Краснодарского края. Руководитель парламента также отметил, что контроль над расходованием средств при строительстве школ будет пристальным, выделяемые миллиарды бюджетных рублей. В непростых экономических условиях предполагают рачительный подход. Неэффективное использование этих денежных средств – это преступление. И то, что было обращение губернатора, и в рамках парламентского контроля никакого послабления, мы только будем ужесточать вопросы, связанные с контролем расходования денежных средств по краевым программам. По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию и обозначили ответственность всех заинтересованных ведомств за своевременное и качественное строительство и реконструкцию школ, а также решили взять этот вопрос под персональный контроль в своих избирательных округах. Продолжение следует...